Продолжение следует... 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 При мутации в генах супресса Берсия 1.2 риск возрастает до 90% и более 90% риска с заболеванием рака молочной железы или рака яичника – это мутации в гене П53. По данным сотрудников Московского научно-генетического центра, частота герминальных мутаций, наследующихся половыми клетками, в возрасте до 31 года максимально. То есть при мутации в генах супрессоров П53 это 13,6%, и, соответственно, Берсия 1.2 максимально 76,58%, с возрастом частота мутации несколько падает. Что касается молекулярно-эпидемиологических факторов наследства рака молочной железы, то большинство из них связано с мутациями в генах супрессорах Берсия 1 и Берсия 2, и некоторая часть с мутациями или полиморфизмами в генах-модификаторах, которые представлены здесь ниже. Некоторая часть этих случаев имеет еще непонятную природу, видимо, кумулятивное действие различных полиморфизмов в генах-модификаторах. И не исключено, что как раз эта часть опухоли может быть связана с наличием полиморфизмов и изменениями в микросателлитной ДНК, наличием ретротранспозонов, реплики которых встраиваются в ДНК и активируют клеточные онкогены, а также ретровирусных копий, которые составляют почти 10% генома человека. Мне бы хотелось остановиться здесь на одной проблеме, которая занимает уже достаточно полувека почти и активно исследуется. Это ретровирус, геном которого был обнаружен достаточно давно, еще в 1936 году, у мушей, и переносится экзогенно-модогенно путем, то есть герминальный путь передачи, и через молоко матери при вскармливании потомства. Гомологичные копии генома этого вируса, который был назван mouse-mammary tumor virus или MMTV, были обнаружены в геноме человека в 60-х годах. В частности, было показано, что молоки некоторых здоровых женщин находят генетический материал этого ретровируса полноразмерный, затем провирус, уже встроенный в геном человека, был клонирован из опухолевых клеток и первичных культур рака молочной железы, затем некоторые последовательности функционально значимые были выявлены в опухолевой ткани, лимфоцитах и региональных лимфоузлах в достаточно большом количестве больных с парадическим раком. Полиморфные последовательности, то есть имеющие разную структуру, были обнаружены в опухолевой ткани, лимфоцитах и лимфоузлах больных раком молочной железы, сочетанной с лимфомиями, а затем с раком легкого. И, наконец, достаточно высокая гомология генетического материала, обнаруженного в геноме человека с генами MMTV, была обнаружена в других нозологиях при типичной протоковой дисплазии, протоковом раке молочной железы в образцах к карциному инситу, что очень интересно, поскольку эти данные совершенно свежие, и они подтвердили наши данные, процент у нас был значительно ниже, когда вдоль к карциному инситу мы также обнаружили, и в полях канцерогенеза, которые окружали это образование, были обнаружены гены, экспрессирующиеся и гомологично описаны. И затем бывшие сотрудники нашего центра, РОНС имени Балхина, которые работают в Соединенных Штатах, показали, что эффективность ретро-вирусной инфекции напрямую зависит от наличия бактериальной микрофлоры и антигенов, презентируемых макрофагами. То есть макрофаги – это первичные клетки мишени, в частности дендритные клетки, слизистые желудочно-кишечного тракта. Вторичные мишени – это Т-лимфоциты, которые синтезируют определенные вариабельные бета-цепи и могут презентировать вирусный суперантиген. И, наконец-конечные клетки мишени – это эпители молочной железы. Как видно на этом слайде, частоты обнаружения генетического материала, гомологичного ММТВ, различны в разных странах, и ряд исследований связывают их с ареалами обитания домашней мыши. Наибольшая частота в Австралии и в Тунисе и фактически нулевая в Великобритании и в скандинавских странах. На этом слайде показан достаточно интересный случай исследования экспрессии и обнаружения генетического материала про вируса родственного ММТВ в семье, в которой имелось наследование мутации в трех поколениях, мутации гена Берси-1. Эта семья изучалась нашими клиническими онкогенетиками. Было показано, что достаточно большой процент семей, в которых наблюдаются мутации в генных супрессорах, экспрессируют провирусные последовательности. В данном случае это 58,3% образцов опухоли у больных, которые страдали двусторонним, синхронным или метахронным раком молочной железы. Причем 80% из этих позитивных пациенток были носительницами мутации в генах Берси-1.2, чаще в гене Берси-1. На это имеет смысл обратить внимание, поскольку эти пациентки уже имели нестабильный генотип. И наличие в них экспрессирующего провируса говорит о том, что, по-видимому, имеется какой-то еще дополнительный вклад, который, возможно, будет способствовать тому, что опухоль будет быстрее прогрессивовать и будет более агрессивной. По нашим наблюдениям это так. Другие примеры семьи отягощенных, наследственно отягощенных, это, например, семья пациентки, которая страдала раком молочной железы и затем раком шейки матки в 39 лет, вторая нозология рак шейки матки. Также в двух поколениях прослеживается семейная отягощенность, это синдромальная патология рак легких у фермпоколения, рак тела матки и у ее матери. У некоторых больных, которые мы исследовали, рак молочной железы развивался в сочетании с несходшинскими т-клеточными лимфомами. Как объяснили хирурги и доктора, которые занимались этими больными, частично лимфомы возникают после курса лучевой терапии, поэтому тут смешанный генез. Но, тем не менее, интересно то, что в ДНК гипертолазированных лимфатических узлах у четырех из восьми пациенток, еще не леченных с таклечной неходческой лимфомой и ракомолочной железы, были обнаружены, опять-таки, генетические материалы, экспрессирующиеся, относительные к провирусу HMTV. В частности, это суперантигин, который играет большую роль в распространении вирусных частиц у мыши по поводу человека, сказать что-то сложное. Эти данные были подтверждены различными способами. Во-первых, ПЦР, во-вторых, гибридизация меченых зондов на опухолюклетках и, соответственно, в ткани лимфомы. Другой интересный случай, связанный с гематологическим неоплазией, это случай РМЖ с острым миелоидным ликозом. В данном случае анализировалась семья больной, которая заболела ракомолочной железы в 38 лет, и ее ребенок, 11-летний, у которого был обнаружен острый миелоидный ликоз. Это подтолкнуло часть исследователей и нас, и в том числе затем появились другие работы к изучению этого заболевания. Действительно, у части детей, больных острым миелоидным ликозом, были найдены экспрессирующие провирусные последовательности. В данном случае показан этот случай, когда мы находим в ликозных клетках копия провирусной экспрессирующейся экспрессии была подтверждена также путем ПЦР. Следующая нозология, на которой мне хотелось бы остановиться, это рак молочной железы, ассоциированный с беременностью. Имеет несколько характерных отличий. Во-первых, компуляционная частота не так велика, пик заболеваемости тоже приходится на репродуктивный период, естественно, 32-38 лет. Отдаленные метастазы возникают у таких больных 2,5 раза чаще, чем при спорадическом раке молочной железы, не ассоциированном с беременностью. Высокая доля пациентов с семейной отягощенностью. Частота БЕРСЕ-1 ассоциированного генотипа при этой неоплазии составляет 17,5% выше средневапуляционной. И, наконец, достаточно высока частота обнаружения провирусных экспрессирующих последовательств в опухолях и лимфоидных клетках таких больных. К другим особенностям относятся различия, которые были обнаружены нами, а также другими исследователями, по динамике пятилетней выживаемости, по характеру метастазирования, частоте, локализации отдаленных метастазов у больных, которые экспрессировали провирус, и у больных, которые не экспрессировали. По гистологии опухолей 90% позитивных опухолей – это инфильтративно-протоковый рак молочной железы. По частоте герминальных мутаций, как я уже говорила, генов-супрессоров, и, наконец, почти 70% позитивных пациентов были носительницами мутации именно в генах-супрессорах БЕРСЕ-1 или ПИ-53. Надо сказать, что у нас была достаточно большая выборка пациентов с раком молочной железы, ассоциированной с беременностью, поэтому мы рассмотрели эту группу несколько подробнее. Но, в частности, было показано, что достаточно большое количество пациентов, это более 50%, являются носителями функционально важных генов провируса. Амплификация суперантигена, функционально важная участка генов, генома провируса и экспрессия этих генов. Почти 80% позитивных опухолей, то есть не во всех, но в подавляющем количестве. Здесь показаны методы исследования этого генетического материала. В избежание контоминации проводилась работа в отдельной лаборатории. Гомология и экзогенность были подтверждены разными методами, поскольку этот вопрос очень важный. Возможно, засорение образцов опухоли ДНК или, возможно, путаница с другими группами провирусов, которые есть в геноме, в частности, эндогенные ретровирусные последовательности. Эта работа достаточно требует большой тщательности и подготовки. На этом слайде показаны различия, которые были обнаружены в группах позитивных и негативных пациенток с раком молочной железы с церном беременностью. Как видно, что у позитивных пациенток количество образцов опухолей на более поздних стадиях заболевания 2, 3, 4 было значительно выше, чем на более ранних стадиях у негативных пациенток. Тоже относится к отдалённым метастазам у пациенток, имеющих разный, скажем, HMTV-генотип. Общая частота отдалённых метастазов в органах, в печени, в лёгких, в средостении, в яичниках и в головном мозге у позитивных пациенток была достоверно выше, чем у негативных, за исключением метастазов в печени. Что касается общей безрецидивной выживаемости этих пациенток, то общая пятилетняя выживаемость у пациенток позитивных, уже начиная с первого года, начинала резко падать, в то время как у негативных пациенток она оставалась достаточно высокой. Это дискриминантный анализ, тут на самом деле общая выживаемость, они, конечно, не держатся на одном уровне, но мы просто вычленили две эти группы, сохранив одинаковые другие параметры, то есть количество метастазирующих узлов и другие клинико-патологические характеристики оставались приблизительно одинаковыми, мы вычленили только эту дискриминанту. А в данном случае безрецидивная пятилетняя выживаемость у этих групп также различалась. У позитивных больных она падала значительно быстрее, и на первом году после проведения операции, в то время как у негативных, это происходило несколько позже. Проанализировав большую группу больных, мы пришли к выводу, что вклад про вирус в нестабильность клеточного генома у больных рака молочной железы может ассоциирован прежде всего с быстро прогрессирующими опухолями, с преобладанием прогестероновых рецепторов, иммуносупрессии и повышенном уровне воспалительных цитокинов. Я поясню, что вот последняя группа, которую мы анализировали, это карцинома инситу, дуктальная карцинома инситу, там действительно фактически все позитивные пациенты имели хронические инфекционные заболевания, и в том числе, не знаю, как это названо, во всяком случае, патологии, дентальной патологии, то есть каким-то образом иммуносупрессия действительно способствует тому, что мы получаем более нестабильные генотипы, в том числе нестабильные за счет вклада экспрессирующего про вируса. Я должна сказать, что пациентки с ракомолочной железы или продуктивного возраста из онкологически отягощенных семей и носительницы мутаций в генах BRCA1-2, о чем было сказано, также имеют более высокий процент случаев с наличием экспрессирующих последствий про вирусов. В основе индукции геномной нестабильности лежит инсульционный мототгенез и синтез низкомолекулярных белков, которые, собственно, продуцируются генами про вируса, в частности, геном ENVELOB, который кодирует структурный белок. Взаимодействие этих белков и продуктов сплайсинга, матричной РНК про вируса, приводит к тому, что взаимодействуют они с ядерными белками. В частности, в последнее время было показано, что белки P16 и P8 про вирусы взаимодействуют с белком нуклеофазмином, B23 известным, который составляет основу белков ядрышка и является молекулярным шиперомным. То есть он регулирует огромное количество клеточных функций, важнейших клеточных функций. Является, во-первых, белком-транспортером, переносит различные сигнальные белки. Во-вторых, его экспрессия значительно усиливается в различных опухолях. То есть уровень экспрессии этого белка и других белков, которые окрашиваются серебром, их называют еще аргентофильные белки, и B23 один из них, значительно усиливается при различных неоплазиях, в частности при меланомах, при раке легкого и других опухолях, которые достаточно трудно лечатся. И вот было показано нами и другими исследователями, что вирусные белки, если они синтезируются, если они присутствуют в клетке, они взаимодействуют с белками, в частности с B23. Это очень интересный факт, который еще требует своего исследования. На данном слайде просто показан один из механизмов возможной индукции опухолевого роста, который происходит при экспрессии некоторых вирусных белков, в частности белка-энвелоп. Здесь вот данные, которые были получены в нашей лаборатории некоторыми другими исследователями, в частности австрийцами, совсем недавно, в 2004-2006 году, было показано, что геноинженерными методами они показали, а мы несколько другими способами, что дикий тип гена, то есть дикий тип клеток, не несущий, не экспрессирующий ген-энвелоп, клетки растут в культуре значительно медленнее, чем клетки, которые экспрессируют провирусный ген. Вот здесь показана рост колонии, специально помеченной флуоресцентным белком для оценки динамики роста, и, соответственно, фотография этого клона. Происходит инвазийный рост, то есть формируется досмосома. Один из механизмов возможной активации – это то, что вирусный онкобелок, который кодируется геном Н, он входит в состав клеточных иммунорецепторов, вот здесь показанных. Это, так сказать, и там, который синтезируется, кодируется геном провируса, это активационные мотивы, входящие в состав клеточных рецепторов, меняется структура рецептора, то есть активируется рецептор, и через мабозависимые сигнальные каскады, КАСПАЗу и другие некоторые тирозинкиназы происходит активация роста, и, пожалуй, даже неограниченная пролиферация клеток во многом зависит активация этих сигнальных каскадов. Что интересно, что, как у мужчин, так и у человека, по-видимому, интеграция в геном провирусных последствий происходит хаотический, становится хаотический характер. Здесь показан компьютерный анализ мест интеграции, полученные на основании огромного количества данных, которые сейчас уже накоплены в базах данных, и видно, что по сайтам интеграции провирус вполне соответствует другим ретровирусам и ДНК-содержащим вирусам. То есть он где-то диспергированное по геному сайта, то есть инсерция провируса может происходить с более-менее одинаковой вероятностью в разные сайты локуса генома, и, возможно, активирует клеточные онкогены. Проверить это не так просто, но поскольку сайта интеграции немного. Но, тем не менее, при гибридизации инситу меченых последствий, соответствующих генуэн, было показано, что действительно распределение по хромосомам происходит достаточно хаотично и касается прежде всего трех или четырех пар хромосом. Второй подход, который сейчас активно используется для того, чтобы уловить или идентифицировать возможный генетический материал, это анализ белков и, в частности, белка, который синтезируется, белок, который кодируется геномом, и это структурный белок оболочки провируса GP52. В нашей лаборатории достаточно долго, почти 20 лет, Ирина Николаевна Крюкова с авторами изучала экспрессию этих белков в сыворотках больных раком молочной железы, разная нозология, и было показано, что активно, если антитела, соответствующие GP52, находят в сыворотке даже с небольшим титром, а тем более в опухоли, то, как правило, эти пациентки или здоровые женщины находятся в группе риска, то есть со временем возможно развитие опухоли. Слепые опыты показали, что анализ сывороток больных отличается от результатов анализа сыворотки у здоровых людей. Мы несколько модифицировали этот метод и стали использовать моноклональные антитела, вот здесь внизу схема показана, и мобилизованные на магнитных частицах, и затем этот комплекс диссоциирует в буфере специальном, и измеряется количество антител оптическим образом с помощью оптического ридера в плотностях. Плотность очень невелика, и концентрация также, но, как мы видим, количественно они достоверно отличаются в опухолевой сыворотке больных ракомолочной железы. В нормальной ткани концентрация, как правило, ниже, чем в опухоли. Этот подход может со временем стать достаточно перспективным для определения групп риска и для построения каких-то прогнозов, поскольку, как вы видите, это достаточно мощный прогностический фактор при наличии определенных отягчающих постояльцев, так скажем, это нестабильность генома, это наличие мутации, это молодой возраст и некоторые другие признаки, факторы, о которых я здесь сказала. Но неизбежно возникает вопрос, когда рассказываешь о одной из... Каким образом этот провирус или вирус попадает в организм человека? По последним данным, которые были недавно опубликованы, схема достаточно простая, она не получила еще окончательного подтверждения, но имеется ряд очень серьезных экспериментальных работ, в том числе в нашей лаборатории, о том, что эпитериальные клетки человека в культуре хорошо инфицируются мышиным вирусом. То есть полноценный ретровирус, который экспрессируется, он инфицирует эпитериальные клетки человека в культуре, и, возможно, такой вариант возможен инвива. У мыши, еще раз повторю, экзогенный ретровирус передается через молоко, проникает в желудочно-кишечный тракт и активирует клетки иммунной системы, это болимфоциты и т-лимфоциты, первоначальные мишени – это дендритные клетки, и затем при созревании молочной железы, при росте, при пролиферации эпитериальных клеток приводит к тому, что ретровирус попадает в клетки эпитерии, начинает активно встраиваться в геномы, начинает активно амплифицироваться в составе генома этих клеток, при этом синтезируются вирусные белки, которые играют роль онкобелков, в частности, я говорила уже о протеинах низкомолекулярных, которые входят в состав клетчатых иммунно-рецепторов и могут коренным образом менять или активировать клетчатые сигнальные пути. Эта схема, она достаточно умозрительная, но отдельные звенья этой цепи достаточно хорошо доказаны, экспериментальны и подтверждены ин вива, но, к сожалению, пока только на мышах. На человеке это сложнее сделать. Спасибо за внимание. Спасибо большое за блестящий доклад. То есть можно считать, что идет эпизоидия рака молочной железы, да, Анна Александровна? Ну, это слишком смелый был бы такой посыл, но тем не менее я просто не призываю относиться к этому как к сенсации, поскольку вопрос этот уже очень давно дискутируется, есть, так сказать, мнение «за» и «против», но тем не менее это мощный достаточно фактор, который вносит вклад свой именно в дестабилизацию генома клетки, в частности эпителиальные, и, возможно, все вместе это провоцирует более быстро, более агрессивно и более с неблагоприятным прогнозом роста опухоли. В частности, это касается, прежде всего, опухоли с определенным фенотипом. Это опухоли, которые экспрессируют рецепторы прогестерона и имеют все-таки уже нарушения в генетическом аппарате, в частности, мутации в генных супрессорах. Еще один вопрос, я прошу прощения. Можно тут буквально два слова скажу? Да, пожалуйста. Доктор Цюрхаузен, который, собственно, очень много занимался вирусом папиллома HPV и который получил Нобелевскую премию за доказательство связи между раком шейки и матки и экспрессией HPV, он сказал, что такую фразу на ограждение, что ретровирусы и различные провирусы, которые гнездятся в человеческом геноме, это интервенты. Это интервенты, с которыми, видимо, каким-то образом нужно бороться, но мы пока не знаем, как. Ясно, что это связано, видимо, отчасти со снижением иммунного статуса, как вот это хорошо видно на некоторых выборках больных, поскольку все эти вирусы используют иммунную систему, как клетки иммунной системы для транспорта своего, и, соответственно, действительно они являются интервентами в этом смысле. Еще, пожалуйста, один вопрос. Будьте добры, у Вас на одном из слайдов были представлены данные, что при мутации гена ТП-53 риск возникновения рака молочной железы выше 90%. Правильно ли я Вас поняла, что риск при мутации ТП-53 выше, чем при мутации БЕРСЕ-1 или БЕРСЕ-2? Рак молочной железы – рак яичника, это синдромальная патология, да. По некоторым данным это так, но это максимальные цифры, которые приводятся в литературе. И выше, чем БЕРСЕ-1 или БЕРСЕ-2 мутация? Ну, да, считается, что так. Потому что это, в общем-то, основной генсепрессор, мутации в котором приводят к тому, что апоптос уже не работает, и создаются предпосылки для быстрого опухолевого роста. И плюс еще параллельные, конечно, мутации надо учитывать. Обязательно мутации в генных модификаторах и другие. Как правило, это найдет накопление мутации. Одна мутация не может вызвать трансформацию. Это несколько мутаций должно быть, как правило. Одна основная, остальные... Соответственно, если мы говорим о профилактической мастектомии у больных с наличием мутации БЕРСЕ-1, БЕРСЕ-2, значит, это правомерно говорить и для мутации ТП-53, да? Ну, в определенных случаях, наверное, это вопрос... Спасибо. Наверное, да. В каких-то случаях, да, в каких-то, может быть, надо наблюдать этого пациента. Потому что, повторюсь, одна мутация – это только настораживающий фактор. Некоторые пациенты обходятся без такой кардинальной меры, насколько я знаю. Анна Александровна, скажите, Вы можете сказать, как часто вирус играет роль провокатора канцерогенеза при раке молочной железы? Ну, опять-таки, да. Да. И повлияет ли это как-то на лечебную тактику? По поводу вируса, оговорюсь, что вещь идет именно у провируса, встроенных копиях, которые циркулируют и не только у больных рака молочной железы, но и при некоторых других неоплазиях. Значит, что касается, повлияет ли это на врачебную тактику, ну, это как один из факторов риска, наверное, следует учитывать. То есть нужно включать группу рисков все, у кого циркулируют? А есть люди, у кого... Все, у кого экспрессируют. Нет, циркулируют. Дело в том, что есть ведь еще другие ретровирусы, которые сейчас считаются факторами риска. Это известный всем вирус Эпштейна-Барда, НК-содержащий, экспрессия которого ассоциирована с некоторыми другими опухолями, в частности, с лимфомами Беркета, с раком носоглотки и так далее. Но тут уже доказанная связь. Что касается HMTV, здесь несколько более хитрая вещь, поскольку рак молочной железы более полиморфное заболевание, насколько мы слышали. То есть достаточно много разных форм. И играет роль в данном случае именно гормонозависимый. Гормональный фон, это, наверное, не очень хорошо сказано, но, так сказать, экспрессия некоторых гормонов на эпителиальных клетках молочной железы, поскольку сам этот провирус, он гормонозависимый. То есть его гены работают тогда, когда есть рецепторы гормонов определенные в геноме, гормонореспонсивные элементы, так называемые. Если есть определенные гормоны, то, соответственно, он будет экспрессироваться. Если нет, это будет просто балласт, как и все остальные 10% эндогенных ретровирусов, которые есть в геноме. То есть связывать все с циркуляцией этого провируса я бы не стала, но в конкретном каждом случае, наверное, нужно все-таки это анализировать и строить прогноз, исходя из того, экспрессируется он или нет, насколько полноразмерный вариант мы находим в геноме, ну и других обстоятельств, в частности, наличие мутации в геноме. То есть фактически это может быть со временем будет включено в клинико-генетическую диагностику данной группы больных. В частности, хотелось бы обратить внимание именно на больных рака молочной железы и ассоциировано с беременностью, поскольку это достаточно трагический ход заболевания. И лактогенные гормоны, которые могут провоцировать экспрессию провирусных последовательств со всеми вытекающими последователями. То есть тут гормоны, которые в организме беременной женщины, если имеется этот провирус, они могут спровоцировать экспрессию гораздо быстрее, чем это другие группы больных. Спасибо большое.